друзья всем привет меня зовут татьяна вы на канале и губи филтинг и я рада вас приветствовать в новом учебном году и в новом войлочном сезоне и начнем мы с простых изделий таких как аксессуары и сегодня я покажу вам как сделать вот такой вот сырный шарф вот такие аппетитные дырочки на нем и что в нем нового во первых он сделан в технике ну на филтинг эта техника не так широко распространена на моем канале на сегодняшний момент и еще одно интересное замечание то что этот шарф сделан на основе обычных аптечных бинтов различной ширины скажу сразу эту идею использования бинтов я позаимствовала у другого мастера ссылку на него я оставлю в описании она делает прекрасный кардиган на основе бинтов укажу ее имя и ссылку на мастер-класс по изготовлению кардигана на основе бинтов вот так выглядит ну на войлочная сторона на этой стороне у меня находятся бинты это обычные хлопковые бинты то есть грубо говоря марля вот так выглядит обратная сторона которая хлопковая и данном случае я использовала только шерсть австралийского мериноса 19 микрон и то есть лицевая сторона у меня просто шерстяная очень мне понравилась данная техника хочу сделать еще другие шарфы с другой периодичностью бинтов чтобы вот эти дырочки были различного размера то есть более ажурный шарф и возможно более увеличенного размера вот такие вот хвостики очень легкий очень пластичный шарф вы кстати всегда просите показать именно пластику полотна да этот шарф такой суховатый немного потому что тяжесть обычно придает вискоза здесь вискозы в составе нет но шарфик очень мягкий очень тонкий конечно же не колючий вот так вот он складывается скручивается вот такой вот шарфик вам понадобится буквально 3-4 бинта и в данном случае у меня ушло 60 грамм шерсти если вы будете делать шарф другого размера возможно вам понадобится шерсти чуть больше или чуть меньше ну и конечно все зависит от толщины вашей раскладки итак для начала берем бинты они бывают различной ширины к примеру данный бинт 14 сантиметров а второй бинт 10 сантиметров длиной 5 и 7 метров соответственно не обязательно брать стерильные бинты самое главное чтобы они были туго смотаны чтобы нам их было с вами легко разрезать беру бинт желаемой ширины открываю его беру макетный нож также можно воспользоваться обычным кухонным ножом главное чтобы он был острый отмеряю желаемую ширину можете разрезать бинт на две части или же на три части или на любое другое количество поскольку бинт смотан очень туго разрезается он очень легко и очень ровно крепко зажимаю бинт и ножом перерезаю и в данном случае посередине делю бинт пополам разрезаю несколько бинтов 23 штуки чтобы во время работы у меня были материалы и если вдруг какие-то нитки все же у нас выбились и торчат и наша лента выглядит не так ровно просто ножницами срезаем излишние ниточки когда наши бинты готовы к работе приступаем к раскладке будем раскладывать в первую очередь бинты для этого на рабочую поверхность для начала я расстилаю мусорные пакеты это будет первый шарф в данной технике ширина будет 50 сантиметров длина двести пятьдесят сантиметров какой коэффициент получится расскажу вам чуть позже бинты смотаны в ровные ручки которые очень легко и быстро разматываются никуда ничего не скручивается не скользит и раскладка происходит очень быстро для начала размещаю длинные фрагменты то есть длину шарфа формирую промежутки между бинтами распределяю на глаз так как мне это нравится после того как подровняла все длинные фрагменты далее буду раскладывать поперечные фрагменты для этого чтобы рисунок был симметричным сантиметровой деле лентой делю двести пятьдесят сантиметров на пополам и потом каждый последующий фрагмент делю пополам вновь пополам и пополам таким образом рисуя шахматку эти разметки нужны для максимальной симметрии и равномерности раскладки и и поперечные линии раскладываю от середины верхней линии до середины нижней линии то есть центральные части переходят крест-накрест и только в самом верхнем и самом нижнем ряду бинтик находит наполовину и также здесь раскладка происходит достаточно легко и быстро потому что бинты ровно свернуты после того как разместила все фрагменты поскольку бинты сухие немножечко можно их передвинуть в сухом виде это делается очень и очень легко когда раскладка нас устраивает можно из пульверизатора просто водой взбрызнуть и скажем так пристрелить прикрепить чтобы ничего никуда не улетела при дуновении ветра и при раскладке шерсти все хорошо у нас лежало бинтовая сетка готова приступаем к раскладке шерсти я взяла австралийский меринос 19 микрон московской шерстопредельной фабрики к сожалению данная шерсть больше не выпускается но она была очень прекрасного качества это австралийский меринос 19 микрон цвет шампанское открываю упаковку взвешиваю исходное количество шерсти у меня получается 97 грамм и после того как я завершу раскладку взвешиваю остаток шерсти и пойму какое количество шерсти у меня ушло для изготовления данного шарфа я всегда фиксирую все расходы материалов чтобы сделать соответствующие выводы если меня устраивает или не устраивает итоговая работа и аналогично бинтам раскладываю сначала более длинные фрагменты раскладка просто вдоль моих бинтов никаким ни козликом ни крестиком по горизонтали горизонтальные линии раскладываю по вертикали буду раскладывать вертикальные линии скажу честно давно не работала с такой тонкой шерстью и немножечко рука забыла как это происходит последнее время работала с более плотными видами шерсти и шерсть немного электризуется поэтому я сбрызгиваю ее ланой или лирой можете воспользоваться которая удаляет электростатическое электричество очень помогает пасма конечно же широкая поэтому я отделяю сначала по длине какой-то удобный для себя фрагмент возможно где-то 50-60 сантиметров и для более тонкой раскладки конечно же делю пасму еще и по ширине по ширине можете делить как напополам так и на 3 или даже на 4 части продолжаю раскладку по горизонтали и и и и и и и и когда завершена раскладка по горизонтали приступаю к вертикальным рядам тупыми краями раскладываю к краю своего шарфа как верхнем так и с и в нижнем потом ряду и стараюсь делать раскладку равномерной чтобы потом не было в дальнейшем утолщение и чтобы мой шар был одинаковой толщины на всем на всей длине и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Поэтому смотрится немного толстовато На самом деле раскладка очень тонкая И сейчас покажу вам вблизи Как она выглядела Марля практически просвечивала Через прядки шерсти Вот такие прядки шерсти И вот они Даже краешки марли видны Вот такая раскладка Поскольку сейчас я шерсть намочу Все края мои немного расплывутся И дальше буду подбирать Наливаю в ковшины Воды теплой Добавляю мыло Я взяла жидкое оливковое мыло И тщательно сбрызгиваю Свою раскладку Мыльным раствором Далее Накрываю Москитной сеткой И аккуратно притираю Через сетку Нету у меня Смысла притирать И так При легком проведении Руки по сетке шерстинки Пролазят сквозь сетку Поскольку шерсть очень тонкая Сваливается легко и быстро И чисто моя задача Промочить всю раскладку Мыльным раствором Аккуратно передвигаю сетку На вторую часть своей раскладки И теперь приступаю К выравниванию Своих краев Моя задача Подобрать шерстинки шерсти На марлевые бинты Если где-то мало воды И шерсть не промочилась Подбрызгиваю Мыльными руками Подбираю расплывшиеся шерстинки И немножечко формирую Свои будущие окошки Продолжение следует... Раздвигаю пальчиками Шерстинки до краев марли Несмотря на то, что я формировала квадратики Шерстинки сваливались очень легко и быстро И отверстия получились округлыми Это буду учитывать Итак, остаток у меня составил 38 грамм Итого на шарф ушло 60 грамм шерсти Приступаем к валянию Для начала обрабатываю свою раскладку Виброшлифовальной машиной Если я вижу, что пены образовываются мало Прямо на шарф добавляю немного мыла Если вдруг при уплотнении раскладки Выделяется вода Промакиваю ее полотенцем Далее сворачиваю свой шарф в трубу Поскольку изделие плоское Его прекрасно можно валять и катанием в рулоне Сворачиваю шарф в рулон И валяю по 5 минут с каждой стороны 5 минут прокатала Разверну свой шарф Посмотрю, как происходит процесс уваливания Замотаю шарф с другой стороны И также 5 минут прокатаю Для удобства я поставила часы перед собой Поскольку изделие плоское Я не боюсь, что здесь у меня сформируются какие-то рубцы Самое главное Ровно, без заломов на самом шарфе Сворачивать в рулон После того, как прокатала по 5 минут Надеваю перчатки Беру кусковое мыло И немножечко притираю свой шарф в плоскости Уплотняю Формирую свои отверстия Притираю немножечко Сами окошки И уплотняю свой шарф Когда я поняла, что шерсть с марлей надежно сцепилась Заворачиваю в мягкий рулон Без внутренней трубы И легкими подбрасывающими Вращающими движениями Совершаю где-то 100 подбрасываний Самое главное Чтобы ничего никуда не прилипло Поскольку шерсть тонкая Сваливание происходит мгновенно Открываю Проверяю, нигде ли ничего не прилипло Заворачиваю в мягкий рулон С другой стороны И делаю также около 100 подбрасываний Как вы знаете, я люблю активное валяние Агрессивное И вот такой способ валяния шарфов В мягком рулоне Способствует тому, чтобы шарф сваливался быстро Легко Но при этом ничего, ни к чему не прилиплялось После того, как сделала по 100 подбрасываний мягких Проверяю окошки Если какие-то окошки оказались слишком маленькими То я вставляю 5 пальцев в отверстие И расширяю его Шарф уже надежный Ничего никуда у меня не развалится Расширяю каждое окошечко Моя задача сделать окошки примерно одинакового размера Вот вы видите, некоторые совсем маленькие стали И их нужно расширить И теперь уже сворачиваю шарф просто в комок Уже войлок достаточно плотный Чтобы друг к другу он не привалялся И теперь просто активно подбрасываю и подмешиваю Но все равно не забываю проверять свой шарф Войлок уплотняется Из него начинает выделяться излишняя вода И поэтому я отжимаю свой шарф комком И продолжаю активно валять Проверяю край, чтобы ничего никуда не прилипло Подтягиваю и немножечко притираю хвостики И продолжаю валять вот на таком пластиковом поддоне С рифленой поверхностью Очень удобно на таком валять И периодически расправляю шарф Подтягивая его как в ширину, так и в длину Если на шарфе какие-то волосиночки вот так вот у вас слиплись Можете взять ножницы и аккуратно этот фрагмент срезать Ничего страшного не произойдет Расправляю хвостики И теперь уже можно притирающими движениями о свой поддон Притирать шарф Поскольку у меня нет ярко выраженного декора Я притираю шарф как лицевой стороной, так и изнаночной Моя задача даже наоборот Чтобы шерсть как можно сильнее съела марлю Чтобы не читался вот этот рисунок Где у меня перекрещиваются и наслаиваются слои марли Вновь расширяю отверстия на шарфе Проверяю чтобы они были примерно одинакового размера Как вы видите рисунок получается красивый и симметричный И плотность шарфа у нас одинаковая Поскольку мы раскладывали шерсть из пасмы Они отдельными прядками по длине, которые можно оттягивать Плотность шарфа самого полотна у нас равная по всему изделию И теперь уже достаточно активно и агрессивно притираю и подбрасываю свой шарф Нужно чтобы войлок стал плотным, прочным и хорошо сваленным Когда изделие готово Я выполаскиваю его от мыла и проглаживаю Еще раз покажу поближе фактуру Вот она хлопковая часть Вот такие вот дырочки И вот такая шерстяная сторона Шарф очень прочный То есть ничего никуда Шарф очень прочный Как обычно показываю все свои изделия на прочность Потому что за качество могу ответить Ну если конечно сильно драть, то порвется любое полотно Но при обычной эксплуатации ничего не будет Вот такое вот полотно Давайте одену его на себя И посмотрим И посмотрим как он смотрится Закрою сейчас микрофон Вот такой вот Милый шарфик Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok